Две недели в Японии, 4000 снимков. В разгар лета фотохудожник Вячеслав Фурошов прошел, как и древние паломники, знаменитый путь японских императоров на полуострове Кии. Тропа Кумана-Кадо ведет от храма, где хранятся дары богини Ама-Тарасу, создательницы японских островов, к трем священным горам на Кахэти. Для выставки автор выбрал 22 работы. Эта выставка проведет, я думаю, наших зрителей по тем местам, которые можно назвать сердцем японской религии синта, потому что одни из древнейших храмов и древнейших паломнических путей этого региона, и все Японии лежат именно здесь. Поэтому там не часто бывают иностранные туристы, а русских там практически никогда не было. Вся выставка словно один длинный путь от храма к храму, по лесным тропкам, по горам, мимо деревушек, домиков для отдыха паломников, камней, с которых на путника смотрят духи. Кумана-Кадо – место силы целой страны. Это страна, в которую я тоже попала достаточно случайно, без особого к ней интереса. Но когда попала, она заставляет возвращаться снова и снова, я действительно в нее влюбилась без преувеличения. И, в общем-то, за 8 лет нашего с ней знакомства абсолютно не надоело. И каждый раз, когда возвращаюсь, нахожу что-то новое и всем рекомендую. Никогда не посвящаю Кумана-Кадо. Это древние дороги в центральной части Японии. Они очень красивые лесы. И говорят, что в этих лесах живут боги. Сегодня тропа Кумана-Кадо имеет и туристическое, и одновременно духовное значение. По ней все так же идут паломники, и Вячеславу Фурашову удалось запечатлеть их. Автор отмечает, что ставил перед собой цель передать дух места, дух древней и современной Японии, отношения религия-природа и природа-человек. Впечатление вообще колоссальное, очень здорово. Глубокие картины, за моей спиной видим, они пронизывают, как в лесу действительно заходишь, и ты там. Ты хочешь дальше идти, идти, идти. Это непередаваемое впечатление. Всем советую, рекомендую эту выставку. Выставка будет работать до 17 ноября. И жители Владивостока, и гости города смогут полюбоваться здесь видами дикой природы соседних островов. С непроходимыми местами, маленькими святилищами, древними храмами. Прикоснуться к самой сути японского духа и японской истории. Олег Завьялов, Данил Клёва, Новости на Восьмом.